Здравствуйте, это Игорь Виттель и это Парадокс с Игорем Виттелем. Пишите нам на сайте finam.fm или телефон в студии 65 10 99 6, код города 495. А тема у нас сегодня невеселая, скажем так, у нас тема экономика общака. Так мы ее назвали, так мы ее решили назвать. Обсуждаем мы криминальный капитал и влияние криминального капитала, влияние бандитов и всего прочего. Насколько их влияние с 90-х годов уменьшилось, увеличилось, осталось ли неизменным. Это, кстати, наш вопрос. К вам напомню 65 10 99 6, код города 495. Если вы считаете, что роль криминальных структур в экономике России и вообще в российской жизни уменьшилась с 90-х годов, пишите, звоните, рассказывайте. Вы можете, кстати, да если даже считаете, что это и не так, звоните, рассказывайте нам свои истории. В студии у нас Асламбек Ахмедович Аслаханов, генерал-майор МВД СССР в запасе, президент Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации. Асламбек Ахмедович, здравствуйте. Добрый день. Ну, новостной повод это понятен, да. Случившееся буквально на днях, как раз я выходил из студии, включил радио, услышал новости. Да, убили крупнейшего, наверное, на сегодняшний день криминального авторитета воров заходе деда Хасана. И почему я вдруг решил об этом поговорить, да. Вокруг меня сразу там коллеги-журналисты, знакомые в социальных сетях блога, ну что, ну убили, убили, а как на жизнь рядового человека это оказывает влияние. В 90-е годы было понятно, это везде всегда рядом, у любого человека, занимавшегося бизнесом, была крыша. На ваш взгляд, ситуация как изменилась в 90-х годах? Вы знаете, я тоже соглашусь с тем, что ваш товарищ сказал, ну и что, что убили. Мне тоже, например, до барабана, убили ее или нет. Так же, как мне, все равно, которое, как мировое событие наше средство массовой информации, особенно в телевидении, преподносит, Киркорова родилась дочь. Ну такое событие, что все телеканалы там неделю освещали. Я не знаю, чем руководство, когда вот такое серьезное внимание уделяется. Ну убили очередного уголовника. Да, он очень влиятельный был. Многие его возвели, значит, как бы наместника япончика, что он место, дескать, уже занял это место. Но многие говорили, что как раз япончик был скорее его соратником, едва ли не помощником. Ну не будем сейчас разбираться в криминальной Иракии. Весь мир вообще признавал, что самый авторитетный, самый влиятельный, хотя находился на Соединенных Штатах Америки, является япончиком. Дед Хасан, значит, очень уютно себя великолепно чувствовал на постсоветском пространстве, никогда у него проблем особых-то не возникали, и даже возникают проблемы, очень быстро решались. Проблем не возникало в каком смысле? С властью. С властью, безусловно, об этом мы с вами поговорим отдельно. Вот с соратниками по криминальному миру возникали достаточно серьезные. Дело же не в этом. Убили, убили, как говорите вы. Я сейчас не буду даже говорить о том, что каждый раз, когда кого-то из криминальных авторитетов убивают, обычно рядом оказываются люди невинных. В данном случае это была официантка ресторана. Мы желаем скорейшего выздоровления. Случайные прохожие зачастую. Я говорю о том, что криминальные капиталы вот с 90-х годов, они как-то легализовались. Исчезли же, в общем-то, разборки. То, о чем мы слышали и знали иногда, не дай бог, и на себе сплошь и рядом раньше в 90-е. Сейчас они куда делись? Почему эти же люди, они по-прежнему ходят по улицам. Им принадлежат огромные потоки денег. Никто, не скрывая, говорил, что покойнику принадлежит в проектах, связанных с Сочинской Олимпиадой огромное количество. И многие, не скрываясь, говорят, что едва ли это не стало причиной его смерти, а вовсе не внутрикриминальные разборки. Как мы можем говорить, что это не оказывает влияние на жизнь рядового человека? Игорь, ну вообще, вы задали вопрос, и сами ответили на него. Ну, во-первых, значит, огромный поток денег, средств, которые преступным путем были добыты в 90-е годы, они, да и сейчас добываются. Они, как говорят, могилу не унесешь с собой. Никто, убитый авторитет, огромное состояние могилу никто не унес. Да и многие следы не могут найти. Наши близкие родственники не могут следы найти. То есть все эти деньги находятся в бизнесе, они вложены в бизнес. Вот вчерашние бандиты стали добропорядочными бизнесменами. Они нередко там, где им не положено бывать, бывает, ногами открывают двери в священные кабинеты. И можно сказать, что они очень близки и к властным структурам, и нашим законодателям. Асланбек Ахмедович, вы простите, ради бога, я вас перебью, но если они открывают, как вы говорите, дверь ногами в священные кабинеты, и хозяева кабинетов по этому поводу не возражают, значит, кабинеты не священные. Ну, это да. Но дело в том, что они тоже, раз суд их не осудил, они тоже не судимы, они не криминальные авторитеты сейчас, якобы. Я хотел бы подключить к нашей беседе еще одного собеседника, у нас на связи криминально-обозреватель новой газеты Сергей Канев. Сергей, добрый день. Добрый. Сергей, ну вот вы слышали, наверное, кусок нашей беседы. Нас интересует экономическая подоплека всей истории. К чему сейчас приведет убийство одного из крупнейших криминальных авторитетов? Не к разборкам в криминальном мире, а вот именно в делах, связанных с Олимпиадой в Сочи. И огромные, насколько я знаю, деньги были вложены в недвижимость в Испании, в другие бизнес-проекты. А что будет с этими проектами, какая пойдет дележка, и как так скажется на легальном, возможно, в кавычках, бизнесе? Ну, я хочу сказать, все будет зависеть, кого изберет воровская сходка и кто получит корону деда Хасана. А если это будет миротворец, и он найдет методы и инструменты, как помирить воровские кланы, это одно дело. Они будут по-прежнему нас обворовывать, но уже тихо. Если его преемник будет ястребом, значит, будет новый виток кровавой войны. Все решит сходка, все решит сходка, воровская большая сходка. Давайте приведем все-таки к экономическому знаменателю. Насколько я помню, поправьте мне, если я не прав, в одной из ваших сайтей вы говорили, что когда люди говорят, что нас это не касается, обычный мирный обыватель, они не правы, потому что мы платим примерно 15% дополнительного оброка. Да, половина чиновникам, половина бандитам. То есть вы говорили эту сумму, да? Да, да, я говорил. Значит, ежели все продолжится мирно-тихо, как вы сказали, мы будем продолжать, не пикнув, платить примерно эти 15%, а если начнется кровавая война, то? То будем платить еще больше, при этом еще больше ни в чем не повинных людей погибнет при их разборке. Вот, в общем-то, и все. Конечно, будет передел, да, конечно, какой-то такой власть уже не будет обладать его приемлем. Дед Хасан все-таки, он был очень авторитетный. С другой стороны, я уже разговаривал, ну, скажем, с авторитетными людьми, все с облегчением вздохнули, все ждут, когда наступит мир. Потому что они несут такие расходы от этой войны, ну, просто немыслимо. А вы знаете, деньги любят тишину. Ну, это те же бизнесмены, только они не обращаются в суд, а используют киллеров, кулаки, удавки. Скажите, а кто, на ваш взгляд, станет вероятным приемником? По моей информации, представитель славянского такого направления. Можете назвать имя? Не хочу, потом меня скажут, вот, там, нет, не хочу. Вот, ну, по моей информации, что это будет не представитель, не выражение с Кавказа, а будет славянин. Спасибо большое, напомню, с нами был на связи криминальный обозреватель «Новой газеты» Сергей Канев. Возвращаемся к теме. Слава Микак, Медведович. Насколько я понимаю, никуда вот эти связи, скажем так, вертикальные, горизонтальные не делись. По-прежнему криминальный капитал, хоть и легализовался, но связи имеет на самом верху. И по-прежнему это влияет на всю экономику страны. Осталось ли у правоохранительных органов возможность выкорчевать вот этот, помните, был такой телесериал «Спрут»? Ну, будем пользоваться терминологией итальянцев «Спрут», хотя «Спрут» не выкорчевывает, уничтожить «Спрута», скажем так. Ну, с моей точки зрения, уничтожить «Спрут» или уничтожить организованную преступность, она невозможна. Уменьшить ее значение? Ну, возьмите такие страны, как Америка, Япония и другие страны. У них как бы есть негласная договоренность между авторитетом и преступным миром. Вот они не вправе, допустим, убийства, похищения ребенка, журналиста, полицейской, ну и так далее. Есть неписанный свод общения. Если у них происходит, вот преступление, резонанс совершается, они, значит, берут в самое больное место, в мафии, они, значит, бьют по больному месту. Это закрывает, находит причины, закрывает все бизнесы их, которые доходы им приносят. Они несут огромные потери, и они под землей ищут того, кто совершил преступление, готовят его сдать. И, как правило, сдают его. Того, кто совершил преступление или ту группу. Для этого надо иметь правоохранительные органы, для этого надо иметь условный общественный договор в какой-то момент, договориться с мафией. Общественного договора оно не может быть, потому что власть и преступный мир не могут письменный договор. Но не письменный договор, есть общественный договор. Договоренность. Договоренность, да. Есть основной свод введения вот таких, значит... Южная Корея, опять-таки, я могу внести в тот же список, о котором вы говорили, да. Во многих странах, действительно, мафия вполне существует и легально оказывает влияние на жизнь. Но это никак особенно не оказывает влияние на жизнь рядового человека. Мафия крышует наркотики, проституцию. Ну, в разных странах по-разному. Например, в Америке очень популярно среди итальянской мафии это все, что связано со строительством дорог и уборкой мусора. Опять-таки, понятно, что это влияет опосредованно на жизнь рядового человека, но не настолько сильно, да. А у нас очень многие, помните, Кобзон в свое время говорил, что мафия, это не страшно, надо договориться с людьми, которые, наоборот, некий стержень нашего общества из-за неимения других стержней. Ну, это в 90-е он еще говорил. Поправьте меня, если я не прав. То нам приходится на них опираться. Эдуард Лимонов рассказал вот вчера в связи с трагической историей, что покончил один из нацболов с собой в Голландии. Как раз рассказал, как он договорился с криминальными авторитетами, что они как-то действительно цемент нашего общества. Я вам предлагаю после выпуска новостей короткого продолжить эту тему. Буквально через минуту вернемся в студию. Ну что, возвращаемся в студию. Напоминаю, у нас студия Сланбека Слаханова, генерал-майор МВД СССР в запасе президента Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации. Беседуем о криминальной экономике. Это парадокс с Игорем Виттерем. На сайте финам.фм пишите нам на странице нашей программы. Или 6510-996, код города 495, звоните нам. Вопрос такой, стало ли меньше влияние криминальной экономики на жизнь обычного человека. Меньше или нет. И вот с сайта написали просто все криминальные давно стали авторитетными предпринимателями. Ну, это, скажем так, настолько уже избитая вещь, что говорить о ней бессмысленно. Стало меньше крови, допустим. Перестали убивать. Вернемся к вопросу, Сланбек Ахмедович. Тот вопрос, который я вам задавал. Может быть, действительно, это как бы люди, ну не соль земли русской. Ну, в 90-е годы же практически неотличимо стало, да? Где криминальные авторитеты, а где, к сожалению, работники правоохранительных органов. Не все, конечно. К сожалению, немалая часть всех ни в коей мере нельзя. Говорит, потому что люди на свою нищенскую зародную плату все-таки выполняли свой долг. Раскрывали убийства, грабежи, разбой и так далее. И вот вы задали вопрос перед этим. Вот сейчас, говорят, имеет возможность современная милиция наша, которая сейчас проходит вторая реформа, не только имеет возможность, но и имеет огромное желание. Огромное желание серьезно заниматься серьезными делами. А кто тогда не дает? Ну, во-первых, там много причин. Выявляют преступления, не всегда проходят они по суду. Ну, вот приведу вам пример. Вот возьмите элементарную статистику, допустим, разрабатывал столько преступных групп, из них привлечено, возбуждено против него уголовное дело, допустим, тысячи дел. Значит, возбудили уголовное дело, из этих тысяч дел идет, значит, до суда доходит только, допустим, 50 процентов или 30 процентов, неважно, проценты. А суды осуждают к лишению свободы, там, незначительное количество. В общем, многие из них не получают тех уголовных наказаний, которые следовало. И другое, еще вопрос, и другое очень важное. Мы говорим о организованной преступности, там уже известные лидеры преступного мира, но, к сожалению, их вообще практически не бывает по этим уголовным делам. Нет, они бывают только тогда, когда они начинают разбираться между собой, и одни сажают других. И мы как раз видели прекрасно, что люди, вступавшие в конфликт с покойным, оказывались неожиданно на тюремных нарах, да. И очень много других случаев, да. Ну, и потом мы знаем, что один из самых влиятельных сейчас воров в законе Терриэль-Лоняне находится в заключении в Испании, да. Наши почему-то отдали его испанцам, потому что неожиданно здесь пропала и вся доказательная база, и выяснилось, что человек вообще не причастен никакой уголовки. А оказалось, он себе спокойно обратно в Испанию его выдали. Правда, он там вроде как сидит. Да, и много других российских воров в законе там оказалось. Вопрос, а кто тормозит здесь, в России? На каком уровне? На каком уровне завязки у криминальных авторитетов? На самом высоком? Как получается? Ну, так, что тормозит, явно, чтобы тормозили, это никто не посмеет взять на себя. Ну, бывает и непрофессионализм, и заинтересованность там кого-то, который лоббирует, значит, интересы своего клиента. И несовершенство нашего законодательства. Потому что вот вы говорите, содержится под сражей Испании, а у них решение, то, что вот правоохранительные органы написали, просим выдать, они на это и не реагируют. Говорят, давайте судебное решение, если суд принял решение, для них это авторитет. А у нас и со многими государствами еще не заключены договоры о сотрудничестве. Там причин много, почему находятся преступники, совершили преступление там и здесь, значит, находятся за пределами нашей страны. Тем более, если есть хоть один факт совершения преступления у них в стране, они не выдадут, пока не будут его насужены, получат срок, а потом уже можно вести переговоры, передачи. Но вы говорите, что не на самом высоком уровне. Подождите, вот тот же Сергей Канев, с которым сейчас с нами беседовал, да, и многие другие криминальные журналисты, и более того, сотрудники спецслужб, с которыми я общался, показывали результаты наблюдений за тем же самым дедом Хасановым. Ресторан известный, откуда он выходил или входил в момент убийства, да. В этом ресторане многие рядовые граждане бывают, я там очень любил пообедать раньше, теперь буду, видимо, стороной обходить. Или наоборот, теперь можно, да и вы наверняка там бывали. Это какой ресторан? Там есть комплекс ресторанов, старый фаэтон, старая кибитка, каретный двор, на Поварской улице. Честно говоря, я не люблю уходить в рестораны. Ну, неважно, дело не в этом, просто были результаты оперативного наблюдения, да. Какие машины, с какими номерами, кто конкретно подъезжал к нему и приезжал обедать. Машина с номерами Верховного суда, с пропуском Верховного суда на лобовом стекле. Серьезные представители криминального мира, представители спецслужб. А вы говорите, что никто не тормозил. Нет, ну, вы же говорите, кто саму верху... Ну, саму верху я же... Самый верх у нас, извините, это президенты, это администрация президента, правительство. И никто не возьмется утверждать это, что крыша у них там находится и так далее. Мы говорим о тех, которые борются с преступностью. Ну, вот среди тех, кто борется с преступностью. Вот среди них, вот вы же говорите, что приезжали, вот надо этим заниматься. Вот приехали, они там были, они встречались с ним, значит, это же не разработка ими, что они разрабатывали. Они, наверное, имели какие-то коммерческие вопросы решали. Конечно, конечно. Ну, а эти же люди, у них же есть свои начальники, которые... Я не думаю, что из них так открыто могут приезжать, значит, кто-то знает, что встречается. Послушайте, ну, с Министерством обороны была примерно такая же история. Пока с самого начала вы говорите, что президент, правительство, администрация не в курсе. Не знали, что происходит в Министерстве обороны? Сигнала просто пока не было. А как сигнал дали, так оно и понеслось. Вы не ответили на мой вопрос... Это я могу согласиться здесь. Да, но вы не ответили на мой вопрос. А может быть, не надо как, может, действительно интегрироваться с ними в общество? Может быть, это действительно люди, на которых держится порядок в обществе? Может, действительно признать их солидными бизнесменами? Как-то вот общественно договориться? Ну, как Кабзон и предлагал в свое время. А что их признать солидными бизнесменами? Они признаны солидными бизнесменами, почти без конкурса любой тендер выигрывает. Ну, перестать их тогда преследовать? Вот. А их и так никто не преследует. А кто их преследует? Слушайте, ну, правоохранительные органы у нас какие-то остались? У них самые лучшие адвокаты, извините меня, там, и самые лучшие журналисты, их обоими, которые немедленно там будут легенды сочинять, какие они чистые пушистые, а их, значит, по политическим мотивам преследуют. У нас это быстро делается. Ну, про журналистов не знаю, я еще ни разу не видел, что их преследуют по-политическому. Хотя нет, про одного могу такое сказать. Кирилл Кабанов, писатель Национального террикоррупционного комитета, с нами на связи. Кирилл, привет. Привет. Да, но мы тут обсуждаем экономику криминальную. На твой взгляд, вот нынешний передел криминального мира к чему приведет? С экономической точки зрения, да. С экономической точки зрения, что у нас сейчас активнее начнут развиваться так называемые новые этнические группировки. Узбекская, такжинская группировка, да, будут активнее развиваться и влезать под различными предлогами китайцы по Дальнему Востоку. Они уже во многом через, я не могу сказать, что это коррупционные связи, но и подкуп определенных группировок, которые существуют традиционно, они уже влезают. А мотивируй, пожалуйста, почему, нет, подожди, давай так, мне бы очень хотелось с мотивировки. С китайцами отдельно сейчас, почему ты считаешь, что узбекская и таджикская группировка активизировалась? Дело в том, что узбекская группировка началась развиваться 5 лет назад, активно, активно. То есть уже как группировка, поскольку появились некие экономические направления, в которых они работают. Но не только рабочие силы, да, распределение рабочей силы, рабочих потоков. Значит, появилось-появилось взаимодействие определенное, в том числе с определенными витамиями власти. Но их не пускают на криминальный рынок, поскольку, во-первых, они еще слабенькие, с одной стороны. А что такое слабенькие экономические, значит, и дерзкие. Мы уже видим, что у нас происходят стычки этих группировок. Они как в 90-е годы, там, куча на кучу, да, и такая-такая история. Но помнишь, как у Пьюзо было написано? Мне ничего от вас не нужно. Мне нужно, чтобы вы поделились теми сенаторами, с которыми вы общаетесь. Помнишь эту замечательную фразу, да? То есть группировке, любой группировке, нужно входить в контакты, получать административный ресурс и получать официальный статус. И как они... Варьевриды в 90-е годы. Подожди, ну как убийство... Я понимаю, что как бы тут во время убийства крупного криминального авторитета возникает соблазн начать войны, как бы, и повоевать на земле. Что такое криминальный авторитет? Значит, криминальная политика тоже политика. Есть фигуры тяжеловеса. Да, которые занимают... Вот когда я слушал ваш разговор, приезжают люди, с ними общаются, и специалисты власти, и правоохранительных органов. Они зачастую доводят позицию государства во всем мире это есть. Во всем мире. Они доводят позицию государства, например, чтобы не пускать тех-то и тех-то вот в такие-то зоны. Деятельности, экономики, еще что-то. Да, и авторитетные люди, они своим мнением, они блокируют те или иные решения. Очень-очень простой пример. В 90-е годы, когда выходили ряд кавказских группировок, значит, был противовес определенных старых, так называемых, воров, жуликов. Да, их постепенно убрали. Да, они говорят, мы не хотим работать с лаврушниками, мы не хотим работать с кавказцами. Да, вот у нас здесь Россия. Я не знаю, для радиослушателей надо переводить лаврушники, это кавказские воры в законе, в основном грузинские. Вот, значит, постепенно эта ситуация стала меняться. Да, то есть у нас мы видим, постепенно доминировать стали кавказские группировки. Почему? Потому что убрали авторитетных людей, которые были против, которые мнения, которых воспринимала основная масса преступного мира. Ну, извините, я перебью. Это политика. Перед тобой мы общались с криминальным обзывателем новой газеты Сергея Канева, которую ты, безусловно, знаешь, да? Он сказал, что, по его сведениям, станет сейчас у руля именно славянский вор в законе. Понимаешь, вот вопрос в том, что в Славянске бывают разные. Если ты помнишь, как заходили кавказцы, я еще не сказал, они заходили через Солнцевских. Они сказали, мы будем платить в общак. И Солнцевские сказали, давайте все, давайте работать, поделим участки. То есть, нашлась слабина, да, и вот через Солнцевских они зашли в свое время. Да, вот вопрос на сегодняшний момент. Что значит славянский? Он как, как этот, снутри, может быть, снаружи красный, а внутри белый. Или наоборот? Подожди, Кирилл, еще один вопрос. Скажи мне, пожалуйста, правда ли, что в руках деда Хасана были сосредоточены практически все дела, связанные с Олимпиадой в Сочи? Ой, ну вот-вот-вот, ну ты же сам понимаешь, прекрасно. Ну знаешь, что значит с Солнцевыми все дела? Там есть более авторитетные люди, которые все дела эти пилили. Значит, вопрос... А не вместе ли, Кирилл? Понимаешь, ты так начинаешь заикаться, когда я задаю этот вопрос, что, по-моему, ты что-то не договариваешь. Нет, не вместе. Значит, есть маленькие кусочки, которые, которые, по криминальному миру, давно изменилась вся ситуация, мы с тобой говорили на это. А в синих поменяли красные. Ага. То есть сейчас все в основном пилят власть и люди близкие к власти, а криминальному миру достались кусочки. Я правильно понял? Я могу просто экономику сказать. Вот смотри, 300 миллиардов долларов в год коррупционный рынок, и где-то порядка 30 миллиардов, включая наркотики, все. Даже может меньше, чем 30 миллиардов, а 20 миллиардов, это криминальный, прямой криминальный рынок. Но разница есть? Есть. Тогда ответь мне на один вопрос. И тот же вопрос я хотел бы задать нашему уважаемому гостю, он уже после выпуска новостей. Если 300 миллиардов – это коррупционный рынок, а 30 миллиардов – чистый криминал, то чего бы представителям, так называемым, чистой коррупцией, не сказать? Слушай, а зачем нам вообще эти люди в татуировках, с кровью на руках? Они все равно будут, Игорь, они все равно будут, и этим процессом надо управлять. А кто им управляет со стороны коррупционного мира? Я бы очень хотел узнать, кто им управляет со стороны государства коррупционного мира? И не происходит ли это наоборот? Нет, нет, не происходит. Уже не происходит. Уже криминальный мир, он, во-первых, регализовался. Это люди, которые начинали в 90-е, они уже давно... Кирилл, после выпуска новостей, только не уходи, пожалуйста, с линии, мы вот продолжим нашу беседу буквально через минуту. Ну что ж, продолжаем нашу беседу. Это парадокс с Игорем Виттером. Напомню, 6510-996, код города 495, звоните, либо на страничке финам.фм. С нами по-прежнему в студии Асланбек Аслаханов, генерал-майор МВД СССР, в запасе, а на связи по телефону Кирилл Кабанов, представитель национального антикоррупционного комитета. Кирилл, прежде чем ты продолжишь, я бы хотел, чтобы Асланбек Ахмедович немножечко прокомментировал эту бурную речь. Итак, Асланбек Ахмедович, основные реперные точки расставлены. Значит, ничто криминальный капитал по сравнению с так называемым коррупционным капиталом. А в результате передела активизируются небольшие этнические группировки, типа узбекской и таджикской. Ну и так далее. Вы остальное все слышали. Ну давайте мы за таджикской и узбекской группировки скажем. Ну, во всем мире это ничего удивительного не было, то, что, значит, если представители той или национальности, не титульной, будем говорить, эмигрируют или становятся гастарбайтерами, выезжают на работу, неустроенность, беспредел, который в отношении их творили, и так далее, заставляет их объединяться. А когда они объединяются, находятся те, которые умеют их объединять и, значит... И показывают на виноватого еще. Да, да, и они на первом этапе их и охраняют, и помогают им решать вопросы с государственными структурами, и с уголовными структурами. Потом из них образуется со временем, значит, если мы опаздываем, если мы не первые оказываемся рядом с ними, и не создаем им условия, чтобы им невыгодно было совершать преступление, а организуются сперва, допустим, таджикские, узбекские, там, киргизские, и так далее, любые группировки, которые в конечном итоге потом объединяются, мощные на религиозные даже почве объединения происходят, которые становятся очень серьезной угрозой для постоянного напряжения оперативной обстановки, и угрозой национальной безопасности страны. Значит, в отношении, в соотношении 1 к 10, или 30 миллиардов преступных мер, это такие спорные цифры, может быть, больше, может, меньше, но то, что, значит, говорит Клебанов, абсолютно правильно, Кабанов, да, Кирилл Кабанов, он абсолютно прав. Кирилл Кабанов, действительно, я просто приведу другие примеры. В Лондоне, если я не ошибаюсь, там 48 тысяч купленных особняков, вилл и прочее, прочее, из них значительная часть принадлежит не криминальному миру, а принадлежит государственным чиновникам. Это говорит о том, что люди, находящиеся, значит, у кормушки государственной, капитальной, там пожинают плоды и имеют значительные финансовые средства. В отношении Сочи, абсолютно прав мой коллега, который говорит, что там все уже давно поделено. И если криминальный мир там, утверждая, что, значит, дед Хасан собирал перед тем, когда было принято решение проведения Олимпийской игры, что мы должны быть главными монополистами в пилеже федерального бюджета, оно не соответствует действительности. Мы знаем, кто там пилит деньги и как они выиграют все тендеры и так далее. Прекрасненько. Вы, Кирилл, ты здесь? Кирилл? Да, да, да. Все, оказывается, знают, кто пилит деньги. Все знают, кто, где и как. Но при этом сделать с этим ничего невозможно, как я понимаю, да? Ну, подождите секундочку. Значит, вот я очень люблю, уважаю нашего уважаемого генерала. У нас непрещрение одинаковое. Дело в том, что у нас система была построена первоначально. Ставка сделана на бюрократию. И мы с тобой говорили на этом, что коррупция до определенного момента являлась некой платой за лояльность и формирование некой системы. Потом она переходит из этой системы, из лояльности и выполнения указаний, она переходит в личный бизнес, который уже наплевать на все. Почему? Потому что, не знаю, вспоминалось генералом Лондон. А бизнес построен на том, что нужно, все эти активы, активы, и сейчас своя жизнь переводят на Запад. Россия – это место заработка. Поэтому, когда мы говорим, что никто ничего сделать не может, может. Сейчас происходит что? Вот, подожди, сейчас я, Игорь, договорю за слово. И потом еще что хочет. Значит, президент понимает, что нужно усилить власть. Ему еще минимум 5 лет, а может быть и больше, нужно управлять. Значит, коррупция, как и любое криминальное явление, это организованная преступность, в принципе. Значит, межсвездная преступность. Эта система, она нарушает управляемость. Ты теряешь управляемость. Тебе нужно возвращать систему. Как только мы это обсуждали, я говорю… А тут допуск есть, Алина, если ты не сам управляешь этой коррупцией. Нет. Тогда ты управляешь системой… Еще раз. Коррупцию управлять нельзя. Ты можешь управлять коррупцией, пока человек не заработал 100 миллионов. Когда человек зарабатывает 100 миллионов, он формирует вокруг себя уже группу, он сам управляет этим бизнесом. Я знаю одного чиновника, который уже просто фактически говорит, что мой бизнес про одну федеральную структуру, почти правоохранительную. Да, вот вопрос в том, что это… он уже не ассоциирует себя, он потихонечку накапливает средства, и эта группа накапливает средства. Эта группа может двигаться в более широком смысле, получая дополнительный коммунистативный ресурс. А что такое угроза? Угроза для высшей власти. Потому что, извините, они соберут несколько десятков миллиардов и скажут, а почему нас не пускают в местный бизнес, собственно? Действительно, где наши социальные лифты? Да, да. А мы хотим. И они направят эти деньги, причем используя то самое протестное настроение, используя те самые преступные этнические группировки для того, чтобы сделать ситуацию в стране. А потом выйти на этом фоне, выйти и прикинуть и дать пилить. Тогда у меня сразу возникает… Да, уважаемый гость нашей студии, Аслам Яков Медович, вы хотели возразить. Нет, я хочу поддержать Кирилла, привести два примера. Значит, преступный мир, вот вчерашние криминальные авторитеты, когда нажили серьезные капиталы, когда у них появился собственный бизнес, вот они первые ратуют, чтобы были очень суровые законы, наказываешь тех, которые там кошмарят бизнес, потому что им есть что терять. И возьмите пример Ливии. Ливия самая социально обеспеченная государством в мире была. Каждый житель имел высокий уровень. Безусловно. И то, что там произошло не потому, что им плохо жилось, вот часть жителей, которые тоже относились к временам бедуинов. Сказали, а мы не участвуем в дележке, парадом. Почему наши предсредние министры обороны, внутреннее дело и так далее, почему и должность занимаем. Одна из причин, которые в массовом порядке люди состоятельно зажитошли и пошли, как говорят у нас, на баррикады и развязали вот эту военную кампанию, которая закончилась, как вы знаете, плачевно. Были эти причины. Я с вами абсолютно согласен. Тогда, Кирилл, возникает несколько вопросов. Ежели, а мы верим, что верховная власть не хочет повторения подобного сценария в нашей стране, ежели мы понимаем, что верховная власть и криминальный мир сейчас, ну, будем считать, что не нужен, да, и коррупционный мир не нужен, а вот криминальному миру наверняка хочется пощипать, как ты называешь его, коррупционный бизнес, а коррупционному миру, наверное, хочется покончить вот с таким старым бандитским прошлым, да. Это, как там, человечество смесь расстается со своим прошлым, мы тебя отстреливаясь. Я вижу просто очень много факторов, которые действуют на эту ситуацию. По-твоему... Подожди, вот послушай, вот ты говоришь некие философские вещи. Почему философские? Нет того криминального мира, который был в 90-е. Раньше, когда приходила приватизация, за большим столом, как правило, когда обжали предприятия, сидели люди, в том числе, из неформальной среды, так называемой, преступной неформальной среды, негативной среды, как называлось, да? Конечно. И часто этих людей на порог не пустят, понимаешь? Их скрутят и поставят в каталажку. Правда? А ты не хочешь посмотреть, кто летал на юбилей в Братск, на юбилей Братского алюминиевого завода, нет? Подожди, подожди. Эти же люди вместе же с теми же людьми и с новыми людьми. Значит, послушай, теперь у каждого есть свой сектор. Преступный мир, ни одна страна, ну, кроме, там, Канада, да, у них маленькая-маленькая преступность, но в большинстве, кстати, в наших богатых криминальных историй, невозможно избавиться одним решением от преступного мира. Невозможно. Но с ним можно как-то договориться, вступить в какой-то общественный договор, как мы говорили в начале передачи. Нет, общественный договор и был. Вот относительно общественного договора являлись старые жулики. Да? Вот они являются относительно общественного договора. А вот вопрос в том, что с их уходом появится новая система, которая либо будет договариваться, либо будет стрелять. То есть есть группировки, но надо просто отстреливать, обморозки. От кого стрелять-то будут? Они будут между собой разбираться? Нет, их надо. Вот эти группировки, они никакому социальному договору не подтверждают. Здесь нет авторитетов, у них нет ничего. Они, как правило, небольшие мобильные группы. Их надо просто уничтожать. Значит, вопрос другой. Что с другим криминалом, бытовым криминалом? Ведь что, когда у нас Россия открыла границу, посмотри по эти преступления. Кражи. Наркотики. Наркотики. Другие группы, да. Значит, тяжкие преступления против насильства и против действий, против личностей. Сначала это были славянские граждане. Сейчас это уже азиатские. Значит, то есть меняется. Но эта преступность будет всегда, понимаешь? Эта преступность будет всегда. Кражи будут всегда. Так, это криминальная... Подожди, подожди, подожди. Это тоже нужно контролировать. Всегда считалось, в общем-то, достаточно справедливо. Извините, я перебью. Что крупному криминалу мелкий криминал не нужен. И как раз там, где живет крупный криминал... Так вот. Нет, нет. Вопрос в том... Там тихо и спокойно. Нет. Вопрос в том, что не нужен, это я полностью согласен. Но... Он все равно будет. Вот ты как бы... Как бы ты кто-то ни крутился... Он будет. Он, слушай... Машины будут угонять. Кто-то их должен искать. Их ищут по двум направлениям. Ты знаешь, самое же прекрасное. Кто-то обращается сразу в милицию и сразу идет к бандитам. Да, ну, дорогие машины так и ищут, да? И не находят. Вот. Не, не находят. Надо находят. Подожди. Скажи мне, пожалуйста, что сейчас будет происходить с бизнесом? Меня интересует. Какой бизнес пострадает? Понимаешь? Потому что... Серьезный бизнес пострадает. Это будут переделы рынков. Обычных рынков имеется не рынок, как... Овощное, да. Ну, да. Вот эти низовые точки, они будут где-то переделываться. Частично таможенные склады. А торговые центры, которые строились на деньги криминальных авторитетов, и ты прекрасно знаешь, эти же деньги были вложены в легальный бизнес. И когда приходят новые люди, которых оттеснили... Вот чем рынок... Вот в чем я не прав? Когда я сказал про рынок, это торговый центр. Вот, извините, пожалуйста. Это небольшая торговая точка. Извини, пожалуйста. Которая не влияет... А миллиарды долларов, которые были вложены в студии? В Испании, в той же, прости. Вот. Это уже... Нет, извини. Это другая история. Общаковские истории, Петрова, он же Гонзалес, да? Да. Это уже другая история. Значит, если ты не лукавишь, то ты прекрасно знаешь, что кроме маленьких, маленького процента криминальных денег, там были пока через деньги чиновников. Естественно, я не лукавлю, я это прекрасно знаю. Так вот, тогда вопрос такой, что на глобальный рынок, который формируется, вот эти сотни миллиардов, да? Вот. Или в любом случае не скажет. На криминальную среду, вот в том смысле, как она развивается, но где-то она усилится, какие-то группировки усилятся, кому-то разрешат поделить рынки, какие-то магазины, да? При этом я сомневаюсь, что, например, Владимир Александрович, что хочет, да, возможность развиваться техническим группировкам, для этого он создает систему по борьбе на преступности, и он прекрасно знает эту проблему. Прекрасно знает. И знает ее последствия. Если только политическая воля. Кирилл, я бы на этом хотел с тобой попрощаться, потому что у нас сейчас опять выпуск новостей. Спасибо тебе огромное. Мы буквально через несколько минут с нашим гостем продолжим искать выходы из этой ситуации. Напоминаю, это парадокс с Игорем Виттерем. Пишите нам на сайте финам.фм 65 10 99 6. Звоните. А с нами был Кирилл Кабанов, представитель Национального антикоррупционного комитета по телефону. Ну что ж, продолжаем нашу беседу. Это Игорь Виттерль, это парадокс с Игорем Виттерем в студии Асламбек Аслаханов, генерал-майор МВД СССР в запасе. Асламбек Ахмедович, поскольку это финальная часть нашей сегодняшней программы, несколько финальных вопросов. Надо ли нам выкорчевывать эту организованную преступность? Либо забыть сейчас про нее вообще, пущаясь сами с собой разбираются? Если надо, то кто будет это делать? Кто остался в правоохранительных органах и в каких? И какая нужна для этого политическая воля? Ну, с последнего вопроса начнем. Политическая воля есть. Вы знаете, президент заявил, чтобы, значит, полное содействие в борьбе с организованной преступностью. И если кто-то вмешивается, даже государство-чиновник, об этом должно быть доложено, значит, высшестоящим руководством, чтобы принимали меры в отношении чиновников. Это раз. Вторая, значит, реформа, которая сейчас начата уже, вторая реформа, будем колокольцем, она дает позитивные результаты. И путь, который избрал нынешний новый министр, он усиляет очень серьезную надежду, что мы консенсус создадим боеспособную, не такую паразитированную, как была раньше и криминализованную полицию, которая будет действительно... А откуда мы кадры возьмем? Кадров у нас достаточно. Как достаточно? Подождите, что я вам буду рассказывать? Уже лучше меня это знать. Все эти годы профессиональные кадры выгонялись на улицу под любым предлогом. Во время последней Нургалиевской чистки самые профессиональные люди были выкинуты на улицу. А самые, мягко говоря, непрофессиональные и криминализированные, в том числе, кадры, так и остались в рядах. Где проект-то был? Я должен вам сказать, что как раз именно колокольцев возвращает многие сотрудники, которые были выкурены, и подбирает людей, которые действительно имеют хорошее имя, высокопрофессиональные. Поэтому он работает, проводится очень серьезно. Поэтому это усиляет надежду. Я бываю почти все время, когда отручают погоны молодым офицерам, закончившие вузы, я даю слово, что если они попадут в хорошие руки, действительно будет хороший пример, если не так, как каждый крышевал, кем-то искал дополнительный источник существования, то эти люди, я верю им, что они будут именно теми, которые придаст совершенно новое лицо нашей правоохранительной системе. Если вы говорите сами только что, эти арестовывают, я вам рассказываю результаты наблюдения сотрудников спецслужб, их арестовывают, криминальные авторы, и тут же выпускают. Выпускают даже не суды, выпускают на уровне, вы же простите, ни в коем случае не примите это на свой счет, ну примерно на генеральском уровне там такие вопросы решаются. И выше. Ну а как в таких ситуациях приходит сотрудник, честный, он получил погоны из рук честного офицера, как вы, получил, пришел с горящими глазами, допускаю. Пришел с желанием бороться с преступностью, задержал. Положили, ребята, я знаю, у меня огромное количество друзей в правоохранительных органах, положили морды в пол негодяя, притащили злодея. Гальц, через день он гуляет, еще за ручку чуть ли не с министром здоровается. Что после этого должен чувствовать рядовой сотрудник? Ну вот вы задаете вопросы, и потом вы сами много отвечаете. И я вам сказал, что идет очень серьезная кадра реформы. Вот действительно, теми, которые проскочили, прошли, с ними разбираются. Там идет действительно подбор тех кадров, которые нам нужны. И вот вы правильно сказали, а где их взять? Вот проблемы, где взять? Но тем не менее, меняется система подбора. Раньше с улицы шел, закончил армию, иди работать в милиции. Ажиас проверяет и психологическое состояние, и физическое состояние, ее желание работать. Люди за них отвечают. Есть люди, которые поручают за них. Мы возвращаемся к той системе формирования милиции, которая была в советское время. Но вы отпускают-то не они? Отпускают-то из высоких кабинетов? Ну, совершенно верно. Да, есть еще случаи, но не так массово, как были. Чтобы постепенно эти вопросы уходят, не быть и я. И здесь нужно же быть объективным, потому что процессы идут позитивно. Нельзя так говорить. Мне кажется, мы с вами смотрим на один и тот же стакан воды, только я говорю, что он наполовину пуст, а вы говорите, что он наполовину полон. Да, мы практически говорим одно, изменения есть. И если мы говорим, что и вторая волна формирования новой полиции провалится, то это, конечно, страшно. Я абсолютно уверен, что... А почему мы говорим только о полиции? У нас же существуют другие спецслужбы, существуют следственные кабинеты. В конце концов, у нас есть судьи, которые отпускали, оправдывали этих людей. И тоже не за просто так, не за слабостью доказательной базы, как я подозреваю. Вот давайте мы договоримся, вот предложили бы поговорить об этом. Я готов поговорить, что какие у нас проблемы существуют во всей системе, которая занимается проблемой борьбы с преступностью, предупреждением преступности. Там много проблем. И что нужно делать, я вам скажу. Ну, сейчас, наверное, мы... Нет, есть тезисно хотя бы. Я хотел бы это услышать. Я уверен, что наши радиослушатели... Ну, хорошо, возьмите, вы затронули судебные суды. Суды отпускают. Да, действительно, отпускают. Да, у нас есть такое позорищее нашу судебную систему название Басманы. Там и прочие суды были. Хамовнички. Где принимаемые решения, они вызывали удивление. Тем более, вызывали удивление, когда за счет тяжкого преступления давали там 11 лет условного срока наказания. Но нельзя не сказать, что судебная система очень серьезно изменилась за последние годы. Изменилась в позитивную сторону, потому что мы имели непрофессиональную судебную систему после постсоветского пространства. Очень серьезные требования предъявляют каждому суде, объявляют конкурсы. Потому что идет позитивное изменение. Но не может судебная система заниматься том огромным валом мелочевки, который приходит с ним заниматься. И арбитраж суды, и общие суды. И нужно их разгружать. Это процедура, разгружение. У нас на это время нет. У нас есть. И мы об этом, я готов говорить. Матя, извините, на секунду прибью. Вот прекрасный вопрос с сайта поступил от Михаила. Какие есть системные изменения в контроле над людьми, принимающими решения? Вот системные изменения. Раньше не контролируясь. Любой человек из высокого кабинета, находясь в правоохранительных органах, спецслужбах, мог отпустить криминального авторитета. Контроля над ними не было. Или был контролен. Опять-таки дальше был скромпирован. А вот какие системные изменения произошли? На каком уровне сейчас говорят, нет, все, ребята, этого больше не будет? Вы знаете, мне даже кажется, сейчас перебор даже происходит в этом. Чтобы раньше по телефону, чтобы говорили, боже упаси, это сейчас и не решается говорить, чтобы за кого-то там говорить. Это, наверное, если даже решается, где-то выехали и говорят. Ну и сейчас любой другой, ты ему говоришь, что надо помочь мне. Говорит, слушай, у меня есть работа, я не хочу лишаться. Потому что он знает, малейшая информация о том, что есть у него связь с криминальным миром или там по уголовному делу, он что-то трогает, в отношении его кинжальные решения сразу. Я знаю, что таких людей сразу увольняют. Вы, наверное, сами свидетели, когда, значит, многих высокопоставленных чиновников, значит, тех, которые прошли аттестацию, их увольняли. И это продолжается. Поэтому, значит, и я вам перед этим говорил, что есть соответствующая, значит, команда, если кто-то обращается по поводу уголовного дела, чтобы мешался или оказали помощь, то это ему, как правило, стоит его карьера. Есть изменения. И, конечно, мы хотим, чтобы как можно быстрее они были, но, как вы и сказали, ну, нужно же менять кадры постепенно, чтобы хоть старая гвардия передавала опыт свой, не криминально своей деятельности, а профессионально. Потому что многие представители правоохранительной системы, которые совершали преступления и занимались зря, но они и в то же время очень профессионально выполняли свою работу. Потому что эти же люди раскрывали убийства, ловили бандитов и так далее. То есть они, как бы, переверты, с одной стороны делают хорошее дело, а с другой стороны решал свои финансовые вопросы ущерб там государству и конкретно человеку. Но, возвращаясь к переделу собственности, я не считаю, что такой будет дикий передел собственности. Я абсолютно согласен с тем, что и Кабанов говорил, что будут представители из славян, значит, будут возглавлять эту преступную империю, которая существует в нашей стране. И я должен сказать, что передел особенно может быть за рубежом собственность, потому что в основном всю собственность наши новые бизнесмены, они вывели туда, потому что знают их криминальное происхождение, потому что рано или поздно могут по уголовному делу на них конфисковать. То есть рыхнет, наконец, рынок недвижимости Испании, судя по всему, и на Лондоне, и в Лондоне будет. Он, правда, рухнул уже Испания. Он еще пока не рухнул, он на 10% скоррелировался, скажем так, а тут вот и будет. Сейчас начнут сбрасывать эту недвижимость в курортных городах. А если в консенсию просто элементарно сделали, вот на вертолете взяли, облетели в Москву, Московскую область, посмотрели количество недостроенных вилл и вилл, и начали спрашивать, а за какие деньги вы построили, и что это, вы посмотрите, сколько прекрасных мы детских домов, приютов, домов престарелых и так далее имели. А что на вертолете, лучше на бомбардировщике. Ну, зачем, недвижимость нужна, пускай наши пожилые люди, участие в войне, дети, сироты пользуются ими. Все-таки возвращаясь, каковы должны быть взаимоотношения власти и криминального мира, как вы говорите сейчас, король преступный, как вы это назвали, император преступный. А война на уничтожение, либо-ка все-таки некое существование? Вы знаете, войны на уничтожение в Грузии не было, но Саакашвили при всем негативном у всех у нас отношении к нему, но он все-таки ни одного вора в законе не оставил на территории Грузии. Ни одного. К нам выкинул. Да, к нам выпил. Часть посадил, да, часть выкинул к нам. И, к сожалению, они здесь очень уютно себя чувствовали. То есть вы предлагаете тот же вариант? Да, безусловно. Если ты живешь не по законам, по волчьим законам, давай ищи себе другое место. Или там, где ты вор в законе, будь вор в законе. А как вы считаете, у нашей власти есть политическая воля и желание посадить сейчас всех крупных криминальных авторитетов? У нас желание есть, но мы очень активно боремся за позитивный имидж и то, что у нас все делается по Конституции. А то действия, которые были совершены там, они противоречили Конституции, потому что гражданин Грузии имел право жить, где он хочет. А если он преступник, надо было судить его, доказать его виновность, посадить. То есть у нас человек, укравший колосок, грубо говоря, как при Старине говорили, садится на 7 лет, а человек вор в законе, должен гулять на свободе, потому что это не по Конституции. А это традиция. Традиция нашей империи, нашего Советского Союза и нашей России. То есть нам продолжать находиться в той позе, в которой держат эта традиция? Или может, наконец, подняться с колена за одно с локтей и несколько ответить? Мы абсолютно не согласны с таком положением, когда криминальный мир диктует нам свои условия. И вот то, что мы говорим, реформа, то, что изменения происходят, направлено на то, чтобы вор сидел в тюрьме, преступник получал, чтобы была неотвративность наказания. И неотвративность наказания никак у нас, к сожалению, бывает, зависит от служебного положения, национальности, вероисповедания и так далее. Чтобы было одинаково. Кто бы ты ни был, ты отвечал за свои действия, как это делается в Соединенных Штатах Америки и в ряде европейских государств. Великие артисты, великий спортсмен, политик, ты должен отвечать за садин. Тебя сразу арестовали, возбуждают уголовное дело, начинают расследовать. Да ладно, сенатор всю жизнь дружил с мафией, ничего же, не присел. А что, он что, совершал преступление? А этого мы не знаем. А вы знаете, вот я знаю, что одна из причин, которую Иосифу Кобзонову, я считаю, что это великий человек и великий певец, и один из порядочных мужиков, который всегда помогал всем и всем. Значит, его не пускали за то, что он дружил с Контрашвили, которую признали там главарем мафии. Ну, во-первых, Контрашвили никогда вором закон не был, он был спортсменом, и он нужен был кому-то, поэтому имел влияние такое. Так вот, значит, сенатора, все эти лидеры преступного мира, они сильные личности. А им хотелось дружить с сильной личностью, познакомиться с ним, но они преступление, насколько я знаю, не совершали. На этом у нас передача подходит к отсюда. Я хочу сказать, что помимо трагического события убийства вора в законе, у нас уже балетные стали друг друга кислотой. В общем, это уже совсем печально. Не знаю, какие там деньги.